Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. До начала программы хочу сообщить, что мы с участниками программы соблюдаем социальную дистанцию. Более того, тесты на антитела всеми участниками программы пройдены. И для того, чтобы облегчить возможность нашего с вами общения, мы маски снимаем. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в сегодняшней программе речь пойдет о профсоюзах. О профсоюзном движении, о их истории и о их перспективах. Мы с вами еще помним времена, это, наверное, начало 90-х, конец 80-х. И тогда численность профсоюзов, тогда еще страны под названием СССР, наверное, составляла около 100%. Все мы помним с вами здравницы, мы помним с вами массу вот таких благ и льгот, которые давали профсоюзы. Но все ведь это имело историю, не сразу все это получилось. Вот, допустим, Тверские профсоюзы, они насчитывают уже более чем 100-летнюю историю. В 1919 году упоминание о первых вот таких, скажем, шагах по созданию профсоюзов было. И вот с этого времени, то есть в 1919 году, уже Тверские профсоюзы как таковые отметили свое столетие. Следующим был юбилей уже иной. В 1948 году возникла такая организация, как Облсовпров. И в 2018 она отметила свое 70-летие. Но и этот год у нас не обошелся без юбилейных событий, так как в 1991 году была образована Федерация Тверских профсоюзов. И год 2021 для Тверских профсоюзов тоже знаковый и юбилейный. При этом я хочу сообщить, что лидером Тверских профсоюзов с прошлого года стала Раиса Федоровна Виноградова. Итак, сегодня в студии у нас уважаемые эксперты. Председатель Федерации Тверских профсоюзов Раиса Федоровна Виноградова. Очень приятно. И руководитель самого многочисленного профсоюза, областной профсоюзной организации работников образования и науки, Татьяна Николаевна Бордачева. Милые дамы, давайте мы все-таки с вами сейчас попытаемся и вспомнить, что было определенным образом погрузиться в то, что есть, и обозначить перспективы. Конечно, некоторые, заблуждаясь, считают, что от профсоюзов остались одни воспоминания. Это действительно и ошибка, и искреннее заблуждение. Конечно, по сравнению с тем мощнейшим ресурсом, которым обладали профессиональные союзы периода СССР, наверное, сложно говорить. Но тем не менее, мы понимаем, для чего вообще изначально создавалось профсоюзное движение. Это защита прав трудящихся. И неспроста наша программа выходит именно в преддверии знаковых событий. Итак, все-таки, Раиса Федоровна, вот коротко, вчера, сегодня и завтра, Тверских профсоюзов, на ваш взгляд? Ну, если коротко обозначить те задачи, которые сейчас стоят перед профсоюзами, поскольку Сергей Николаевич сравнил ту историю давнюю, да, естественно, было членство, была мотивация соответствующая и так далее. Поэтому и охват был членством большой, и действительно защита была такой ощутимой. Но, тем не менее, в теперешнее, сегодняшнее тяжелое время, разными причинами вызванное, не обходится все равно, так сказать, значимость профсоюзов. Закона никто не отменял. Прежде всего, это закон о профсоюзах 1996 года, который предусматривает целый ряд прав и обязанностей у профсоюзов. Это первое. И второе, сам трудовой кодекс. Поскольку трудовым кодексом это тоже главный закон страны относительно охраны трудовых прав граждан, и для нас в наибольшей степени членов профсоюза, поэтому он охраняет. И отсюда и вытекает роль и значимость профсоюзов. Профсоюзы живы. Могу привести коротко в справке вот одну единственную вещь, которая должна быть доступна каждому, который понимал бы ту роль, которая отводится профсоюзам. В трудовом кодексе обязательные есть требования, относящиеся к деятельности профсоюзов. Вот, например, статья 82. Это вопросы по расторжению трудового договора по инициативе работодателя. При принятии решения о сокращении численности штата или ликвидации особую значимость и охрану имеют члены профсоюза, и особенно их представители выборных органов. Это председатели первичек, заместители цехкома и так далее. То есть без мотивированного мнения профсоюзного органа относительно руководителей первичек вообще нельзя уволить. Увольнение недопустимо. Недопустимо, да. Далее трудовой кодекс говорит о том, это 371-373 статьи трудового кодекса, что с учетом мнения выборного профсоюзного органа в тех организациях, где есть первички, принимаются решения по следующим вопросам. Почему я их хочу озвучить? Потому что об этом никто не знает. То есть какую роль в решении следующих, которые я озвучу, задач играют роль профсоюза. Ввод режима неполного рабочего времени, отмена режима неполного рабочего времени. Все это с мнением мотивированного профсоюза происходит. Увольнение, как я сказала, членов профсоюза. Дальше сокращение штата, расторжение договора трудового вследствие недостаточной квалификации. Дальше привлечение к сверхурочным работам, составление графика сменности, разделение рабочего дня на части, привлечение к работе выходные и нерабочие дни, утверждение графика отпусков. Только с согласием. Нельзя издать приказ только руководителю. Установление системы оплаты труда и стимулирование труда, повышение оплаты труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, утверждение формы расчетного листка, установление различных систем примирования, стимулирующих доплаты надбавок, установление размеров повышенной оплаты труда для работников, которые заняты на тяжелых и вредных, опасных условиях труда, конкретные размеры повышения оплаты труда, определение систем нормирования труда, принятие локальных нормативных актов всех, которые предусматривают введение, замену и пересмотр норм труда, принятие мер при угрозе массовых увольнений, утверждение правил внутреннего трудового распорядка, применение дисциплинарного взыскания, установление форм профессиональной подготовки, разработка утверждения инструкций по охране труда для работников, увеличение продолжительности вахты и утверждение графика работы на вахте. То есть таким образом, вот я назвала коротко, тут больше двух десятков статей Трудового кодекса, которые я не озвучивала, а озвучивала их саму суть формулировки. Поэтому по требованию выборного органа, при нарушениях того, что я коротко перечислила, председатель первички направляет работодателю, имеет такое право, направить требование или заявление о нарушении руководителем организации в нормативных актах или норм труда, о которых велась речь чуть выше. И работодатель обязан сообщить о допущенных нарушениях профсоюзному органу с тем, чтобы профсоюзный орган в дальнейшем смог осуществлять защиту членов профсоюза в связи с нарушением их прав. Но это очень коротко. Спасибо. А сейчас у нас небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами. Итак, мы снова в студии. Раиса Федоровна, действительно, вы исчерпывающий перечень привели вот здесь статей, которые могут быть рассмотрены для обеспечения защиты работников. Но вот давайте все-таки мы немножко с вами погрузимся в историю. Вот как все начиналось, сколько было у истоков организации, кто был основными, скажем такими, застрельщиками, где профсоюзное движение реализовывалось с большим успехом. Я знаю прекрасно, что Виктор Иванович Цыганов очень большую лепту внес в профсоюзное движение, и я был с ним очень хорошо знаком. Дальше. Как вот все-таки пришлось пережить непростые времена, и мы с вами понимаем, что переход собственности, он сопровождался с тем, что ряд собственников, конечно же, не хотел, чтобы на предприятиях, которыми они владели, они или их там обанкротили, или превратили там в какие-то рынки и развлекательные комплексы, как вот наш хлопчатобумажный комбинат, да, как говорится, комбольный. И, естественно, трудовых коллективов уже не стало. Больше того, у нас, к сожалению, еще не практикуется такое, когда профсоюзные лидеры в частных компаниях имеют доступ к бухгалтерии. Тогда мы можем говорить о белой зарплате, о прочем, о прочем. То есть это уже к разряду, наверное, перспектив, которые обозначают себе профсоюзы. Но очень важно, что вы отметили, что профсоюзы живы, люди об этом должны знать, для того, чтобы максимально пользоваться вот этим инструментом для своей защиты. Ну а для того, чтобы этим инструментом пользоваться, нужно просто иногда шевельнуть пальцем, хотя людям порой проще махнуть рукой. Поэтому давайте мы маленький экскурс в прошлое, и вот попробуем в таком варианте все-таки вспомнить. В период работы облсовпрофа Тверская область в профсоюзах насчитывала около 40, ну больше 30 точно, членских организаций по отраслям. Но поскольку в те времена были очень развиты такие отрасли промышленности, как и просто промышленность, и связи, и рыбные госучреждения, и химики, и очень много других, ну естественно образования, и АПК очень большое, то и профсоюзных организаций членских было очень много. На сегодняшний день это членство, конечно, значительно снижено, но тем не менее, значит, в Федерации Тверских профсоюзов состоит 11 членских организаций по отраслям, и ими остались образование, химики, госучреждения, культура, здравоохранение, АПК, промышленность, электропрофсоюз и другие. И кроме того, Федерация в прошлом году приняла в качестве членских две первичные профсоюзные организации больших предприятий, в которых отсутствует, значит, отраслевой профсоюз именно в нашей области. Это ПЭТСИБУР, нефть, газстрой, и зато озерные, это ракетные войска вооруженных сил. Мы еще одну организацию радиоэлектронной промышленности, завод Марс Торжка, тоже принимаем к себе на учет. Там большое количество членов. У вас положительная динамика сейчас наблюдается. Да, у нас три новых членских организации, хотя они являются первичными профсоюзными, но с большим охватом профсоюзного членства около 100%. То есть люди понимают, в частности, вот эти три первички, которые мы приняли, о том, что проблемы решения вопросов по социальному партнерству, по улучшению условий быта, труда и зарплат, соответственно, большую роль играют профсоюзы. И там, на самом деле, эта работа построена так, как она должна и быть, в соответствии с законом о профсоюзах. Более того, численность членов профсоюза хоть за пятилетие у нас и упала, но незначительно. И у нас очень большое количество членов профсоюза сейчас даже находится. 61 тысяча во всех членских, более 61 с копейками. И кроме того, у нас 1340 первичных профсоюзных организаций на 1 января 2021 года. Это говорит о том, еще раз подчеркну, что профсоюзы живы. И зря люди, обыватели удивляются тому, а что существуют еще в профсоюзах. Существовали и будут существовать. И нужны, как мы с вами видим. И нужны. Очень нужны. Нужны. А кто сегодня защитит человека труда? Вот скажите, кто? Потому что люди действительно зачастую сталкиваются, ходят по кругу и не знают, что делать. Ну, конечно же, есть инспекция труда и прочее. Естественно, они завалены зачастую обращениями и жалобами. А может быть, следовало бы начать с того, что возродить профсоюзную организацию, и тогда ряд вопросов мог бы просто отпасть. Да, однозначно. Потому что когда существует орган, вот такой коллективный орган защиты прав трудящихся, тогда и гарантии, данные работнику, они соблюдаются, наверное, с большим эффектом. Ну да. Татьяна Николаевна, организация, которую возглавляете вы. Ну, образование. Мы с вами понимаем. Конечно же, вот, как мы видим, приоритет направлений, где сохранились профсоюзы, все-таки носит бюджетный характер. Но это приоритет. Вот машиностроители молодцы, еще все-таки тоже держатся на этом фоне. Но, вот, думаю, ведь неспроста самый большой, самый многочисленный профсоюз ваш. Вот педагоги, это, ну, это важнейшее. Скажите, вот о вашем профсоюзе. И сразу на опережение хочу задать вопрос. Все-таки мы находимся в тяжелое время, вот, скажем, еще не закончился этот период пандемической угрозы. Как с ней? Хорошо. Попытаюсь на эти вопросы ответить. Но все мы понимаем, что среди бюджетных отраслей, отрасль образования, она в приоритете. Потому что в нее вовлечены, вот, даже по самым скромным подсчетам, в нашей области более 100 тысяч населения. Это и дошколятые, и школьники, и студенты, и преподаватели, и учителя, и воспитатели в дошкольных учреждениях. Поэтому отрасль очень важная, архиважная, как бы сказал один деятель важный, да. Так вот, из приоритетов государственной политики в вопросах модернизации образования является открытость и кардинальное повышение качества и доступности образования. И это подтверждено национальным проектом образования, которым знают все, кто работает и кто к этому имеет отношение. Этот проект был рассчитан до 2024 года, а указом 20-го года, указом номер 474 о национальных целях развития образования, он продлен до 2030 года. И этот национальный проект образования ставит перед отраслью глобальные цели. По уровню образования войти в десятку лучших стран мира, так как от качества образования зависит, какую позицию наше государство будет занимать в ряду других стран мира. Так вот, основой реализации этих принципов является государственно-общественный механизм управления образованием. И без всякого сомнения, в этом участвует и профсоюз, как самая крупная общественная организация. Вот общероссийский профсоюз образования, которому имеют отношение в нашей области, это школы, дошкольные учреждения, колледжи, вузы. Это самый крупный профсоюз не только в России, более 4 миллионов членов профсоюза. Он самый крупный в мире. Вот наша Тверская областная организация объединяет 24 тысячи членов профсоюза. Из них 16 тысяч... Это мощный ресурс. Это мощный ресурс. И вы знаете, когда спрашивают, а почему учителя остаются в профсоюзе? Вот я думаю, что... Потому что в силу своей профессиональной принадлежности, учителя занимают активную жизненную позицию и хорошо понимают, что только в объединении мы сможем достичь успехов в защите своих социально-экономических и правовых гарантий. И вот когда я смотрела документы, учредительные документы преобразования нашего профсоюза, а они датированы еще в 1895 году, это российские документы, в 1895 году, то есть уже 126 лет существует профсоюз образования. В России. В России, да. В старой России, можно сказать. Там главная цель была защитить работников просвещения образования в вопросах выгодной продажи своего труда. То есть уже тогда оценивалось положение работников и оплата за их труд. Так вот, мы, как самая крупная организация, работаем с нашими социальными партнерами в договорных рамках. На уровне федерации заключено отраслевое соглашение между отраслевым профсоюзом образования и Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством высшего образования Российской Федерации. Вот у нас в Тверской области уже 26 лет мы заключаем отраслевое соглашение между Министерством образования Тверской области и областной организацией профсоюза. И вы знаете, этот документ, он неформальный, о нем знает каждый работник образования, все знают даже пункты, где работникам образования есть какие-то льготы, а нам удалось добиться льгот. В нашей области, например, когда мы встречаемся с коллегами из других областей, они удивляются, у нас в области, например, за высшую коллекционную категорию работник получает доплату в размере 70%, за первую в размере 40%, единственный регион из Центрального федерального округа. Так вот, точно такие же аналогичные соглашения имеются в каждом муниципалитете между районной организацией профсоюза и отделом образования района. А на уровне первичек это коллективные договора, которые также есть практически в каждой профсоюзной организации. Вот у нас мы сегодня объединяем 805 первичек, в 703 имеются коллективные договора, и мы считаем, что мы еще не дорабатываем, потому что более 100 еще коллективные договора не заключили. Так вот, в рамках национальных проектов особое место, нам кажется, занимает проект «Учитель будущего». Ведь кто будет реализовывать вот этот национальный проект образования? Конечно, учитель, который является ключевой фигурой в школе. И вот вы задали вопрос, как изменилось отношение к учительству в условиях пандемии. В условиях пандемии, хотя работать стало значительно сложнее, поскольку затрат на подготовку к урокам было несравненно. Дистант, возможность интернета, там же очень много трудностей. Объявление пандемии и перехода на дистанционное образование, по России всего 15% учреждений были готовы к дистанционному образованию. Но надо сказать, что в нашей области буквально за считанную неделю, две перевели на рельсы нового формата. Да, да, да. И надо отметить, что наше министерство образования Тверской области здесь очень оперативно сработало. Учительская газета проводила опрос, как учителя среагировали на условия работы в таком формате. И более половины опрошенных сказали, что они получили новые компетенции в проведении уроков. А вот одна треть задумались, видно, были сложности, потому что те, кто закончил вузы значительно раньше, чем условия, когда стала развиваться техника, им было очень сложно. Переходить на... Так вот, треть задумались вообще об уходе из... Из профессии. Да, да, из профессии. Слава богу, что этого пока не случилось. И у нас численность организации сохранилась, как и численность профсоюзной организации. Вот. То есть, как удалось удержать людей? Какие-то все-таки, наверное, формы бесед, доверие к профсоюзам, я понимаю, было основой, да, в этой ситуации? Были разработаны рекомендации, как строить свою работу. И на уровне Центрального комитета профсоюза, и на уровне нашего министерства образования Тверской области. То есть, Тверская область вышла вот в этой ситуации, в общем-то, не проиграв, а вышла из этой ситуации достойно. Ну, конечно, было для всех это сложное испытание, но я так понял, что наш регион в этом плане все-таки... Выглядит неплохо. Выглядит очень положительно. Ну, сами понимаете, что самая стратегическая задача, которая сегодня есть в образовании, это достойная заработная плата. Надо сказать, что все указы президента по доведению средней заработной платы до средней по экономике региона у нас выполняются. И здесь мы не можем, опять же, не похвалить наше министерство и правительство, потому что мы дотационная область, но у нас все указы президента выполняются по заработной плате. И в вузах, вот, не на федеральном бюджете, и в области. Но... Это очень важно. Должностные оклады все-таки продолжают оставаться значительно ниже, чем мы бы хотели. И это проблема не только Тверского региона, а всей России. Президент дал задание правительству вместе с министерствами этот вопрос изучить, обсудить. И принять решение для установления федеральных минимальных гарантий по оплате труда. Ведь сегодня, можно сказать, что нарушается Трудовой кодекс. За одну и ту же работу люди получают разные зарплаты, что противоречит Трудовому кодексу. То есть здесь можно уже усмотреть дискриминационный признак территориальный. Есть рекомендации российской трехсторонней комиссии, которые говорят о том, что в структуре заработной платы... А структура заработной платы состоит из трех компонентов. Должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Основной – это должностной оклад. Вот у нас он сегодня составляет 8609 рублей у учителя, 8400 рублей у воспитателя. Это должностной оклад. На выходе человек получает среднюю по экономике региона. Но чтобы заработать вот эту среднюю, приходится работать в среднем у нас по области на 1,7 ставки. Сейчас, когда мы ждем, что правительство Российской Федерации разработает единые рекомендации по становлению минимальных гарантий на всей территории, мы тогда будем, опираясь на эти рекомендации, уже работать с правительством Тверской области по повышению ставок и окладов. Без помощи федерального бюджета я убеждена, что эту проблему не решить. Если... Кстати, мне удалось присутствовать в 2018-2019 году на заседании Государственной Думы, где обсуждался вопрос о реформировании заработной платы. И вы знаете, я поняла, что и там нету понятия, они путают понятие должностной оклад и заработная плата. Заработная плата, вот надо, да. Ведь должностной оклад должен соответствовать минимальному размеру оплаты труда, как мы с вами понимаем. Ну, как минимум. Вот я хотела вот в это связи тоже добавить сейчас. В нашей области, вот мы очень переживаем и ратуем за то, чтобы в отрасль пришли молодые кадры после окончания университета, педколледжей. Но что мы можем им дать? Да, и как их удержать? Да. Значит, у нас в области для молодых педагогов, которые направляются, установлена доплата в размере 50%. То есть вот они получили 8,609 плюс 50% на ближайшие три года. Вот и получился мрот. Плюс чуть-чуть компенсационных и стимулирующих выплат. Конечно, за эти деньги человека на работе не удержать. Поэтому очень ждем документов из правительства. Кстати, сроки-то уже подходят. Там до конца апреля было дано задание Михаилу Шустину этот вопрос проработать с министерствами. Поэтому в самое ближайшее время мы ждем, да не только мы, про зарплаты бюджетников ждут и культура, и здравоохранение. Но мы в первую очередь. Про зарплату можно я прерву на одну секунду прям. Значит, у нас в области действует закон о трехсторонних комиссиях. И поскольку Татьяна Николаевна затронула рекомендации российской трехсторонней комиссии относительно зарплат бюджетников и относительно установления должностных окладов не меньше МРОТа, значит, рекомендация такая и есть, поэтому в субъектах эту рекомендацию надо рассматривать и принимать какое-то решение. Но вот мы надеемся, очень надеемся, в ближайшее время ждем завершения процесса и процедуры назначения координатора трехсторонней нашей Тверской комиссии от органов государственной власти. И думаем в надежде, что в ближайшее время на активную работу мы надеемся этой комиссии, в ближайшее время, чтобы вернуться вот к этому злободневному вопросу относительно заработной платы бюджетников. Вопрос очень острый. Действительно, у нас еще ведь большие риски у Тверской области, согласитесь. Ну так вот географически мы расположены, что у нас рядом и Московская, и Ленинградская области, и так уж получилось, что их бюджеты побогаче. Уж с Московской-то точно не сравнить. Москва и Московская область, конечно же, отсасывают, как мощнейший пылесос, кадры наши, потому что они могут предложить лучшие, причем кадры, потому что они могут предложить условия значительно, более достойные, нежели у нас. Конечно, соперничать финансово мы не сможем с московским регионом, ни с Москвой, ни с Московской областью. Ну, это объективно так. Да, конечно. Потому что сколько там предприятий зарегистрировано в Москве и Московской области. Вообще, как там сконцентрированы все федеральные деньги, ну и что там говорить. У них там плитку-то меняют чуть ли не весной и осенью. И бордюры там под цвет костюма, может быть, каких-нибудь городских руководителей. Поэтому нам до этого еще как до луны. Но, тем не менее, я знаю, что профсоюз-то как раз и стоит на позициях защиты интересов прав трудящихся, в том числе и в плане достойной оплаты труда. Это главное требование. Да, это ведь главное. Потому что человек продает свой труд и хотел бы все-таки в каком-то определенном консенсусе был между работодателем. Но условия вот этого пандемического периода, вот вы обратите внимание, все-таки действительно, они способствовали серьезному такому снижению уровня жизни. Много организаций закрылись. А вот, кстати, если бы тот частный бизнес, который был вынужден в силу обстоятельств закрыться, в свое время обеспокоился и создал бы, может быть, какие-то профсоюзы, тогда это служить могло бы той соломинкой спасительной, да, где еще был бы, может быть, шанс остаться на плаву и сохранить трудовые коллективы. А вот в плане того, что вы говорите, вопросы образования, они же действительно очень важные. Вот недавнее послание президента, которое все мы с вами внимательно слушали и изучали, оно говорит о чем? Вот, наверное, хорошей коммуникацией могло бы стать как раз представители профсоюзов, руководители профсоюзов, значит, руководители образования. Ведь Путин обеспокоился, говорит, что в учебниках по истории это написано? Значит, должна быть постоянно действующая коммуникация, а как получать лучше всего информацию с мест? Да, я думаю, что, наверное, как раз используя ресурс профсоюзных организаций. Согласитесь, это ведь самая многочисленная общественная организация, целью и задачей которой является защита прав трудящихся. То есть, самые благие цели и намерения, вот, и этот ресурс не использовать, как мы с вами понимаем, нельзя. Значит, вот в этой связи, Рассиодна, вот я знаю, что у вас громадье планов, в том числе и по коллективным договорам. Поделитесь. Значит, по статистике у нас большое количество коллективных договоров заключены на предприятиях, где есть первичные профсоюзные организации. И следует отметить, что мы и проводили, и проводим работу по обучению профсоюзного актива, потому что стороной в коллективном договоре выступает профсоюз в основном, значит, по методике их заключения и качеству этих коллективных договоров. Есть макеты мы разрабатываем, направляем, методические рекомендации и так далее. Систематически обучаем профактив именно заключению договоров. И, как завершение, мы оцениваем эти договоры, поскольку на протяжении вот трех лет мы проводим конкурс именно Федерации Тверских профсоюзов в координации с Управлением по труду и занятости населения Тверской области. Они нам помогают, значит, конкурс на лучший коллективный договор. Договоров еще немного у нас в конкурсах участвует, но, тем не менее, они свидетельствуют о том, что это серьезный правовой акт, который определяет достойные гарантии и защиту, значит, и членов профсоюза, и самих работников. И в конкурсе, как правило, мы определяем, если есть какие-то доп. гарантии, льготы какие-то социальные, которые помимо трудового законодательства предусмотрены, то есть идут выше рангом, то есть значительно расширяется их сфера действия. Вот такой договор у нас признается лучшим. Вот, значит, за эти годы у нас были Кнакова-ГРЭС договор, Бежицк-Сельмаш, и в основном, и в основном коллективные договоры сферы образования. Это Тверской государственный университет дважды побеждал, да, лучший коллективный договор. И другие учреждения именно образования, которые участвуют в конкурсах, и вот на совете мы будем награждать победителей, это будет послезавтра, мы его провели уже. И кроме того, по, значит, еще, так сказать, по коллективно-договорной кампании хотелось бы отметить, что это не только коллективные договоры, это заключение соглашений. Соглашений ведь у нас множество, и есть соглашения, которые, вот Татьяна Николаевна озвучила, соглашения между Министерством образования и областной организацией профсоюза, работников образования, которые предусматривают льготу, это льготная аттестация работников, которые являются членами профсоюза. Поэтому там большая численность, мотивация для этого есть. Так вот, есть договоры теперь аналогичные в учреждениях культуры, я тоже хочу отметить, в нашей же области, с тем, чтобы действительно поощрять людей, которые вступают в профсоюзы. И в завершении, чтобы эту кампанию развить по социальному партнерству, по заключению коллективных договоров и соглашений, которые будут предусматривать определенные льготы именно для членов профсоюза, поэтому нужно развивать мотивацию профсоюзного членства и ее увеличение в рядах малого и среднего бизнеса. Это наша сейчас задача, потому что малый и средний бизнес охвачен, но очень мало у нас профсоюзами. Будем вести и разъяснительную работу, и для этого у нас очень много всяких мероприятий намечено, мы их будем воплощать в жизнь. И последнее, вот я хочу отметить тоже важность и значимость одного последнего в 2020 году заключенного Федерации Тверских профсоюзов, соглашение, которое заключено с Комитетом по делам молодежи Тверской области. Поскольку мы делаем большую ставку в организационном и кадровом укреплении наших профсоюзов, год который объявлен таковым, 2021, на молодежь, потому что кадровый резерв это основа нашей работы. И сейчас у нас новый представитель молодежного совета, у нас новые молодежные мероприятия запланированы. И я думаю, что это будет определенный толчок развития профсоюзов и в бизнесе, и поддержки тех профсоюзов, которые у нас уже действуют в области, и которые себя зарекомендовали, вот как профсоюз образования, очень многочисленные. Хотелось бы вот такого повышения членства во всех отраслях. Да, это очень важно и значимо. А вот если мы так вот по горизонтали посмотрим, есть у нас ведь целый ряд таких институтов защиты прав. Это у нас и уполномоченные по правам человека, и уполномоченные по правам предпринимателей. Я думаю, ведь вы с ними как-то соприкасаетесь и сотрудничаете. Да, значит, с уполномоченным по правам человека у нас тесное взаимодействие. Чем мы взаимодействуем? Пока информации какой-то определенной взаимной правовой и информационной поддержки. Значит, готовящийся доклад уполномоченным всегда содержит раздел, который дает им профсоюзы о количестве разрешенных жалоб за год, о качестве их, о тенденциях и так далее. И взаимно она у нас выступает на заседаниях Советов Президиумов и просто на совещаниях с руководителем, где делится о том, какие проблемы по разрешению жалоб именно по нарушению прав граждан. Это вот определенное сотрудничество. Хоть у нас соглашений нет такого, но оно тесное сотрудничество. Да, ничто не мешает. Да, оно сложилось. Да, дальше у нас заключено соглашение, значит, с уполномоченным предпринимателем, где тоже такое же взаимодействие в случае возникновения каких-то споров, конфликтов и так далее. Далее мы взаимодействуем на основании заключенного соглашения, значит, с Государственной инспекцией труда, значит, очень тесное взаимодействие, совместные проверки проводятся, работы, значит, предприятий. Ну, можно на одном поле работать. Да, конечно. Ну, только у них государственный контроль, а у нас общественный, да, профсоюзный. Да, значит, более того, у нас давно заключено соглашение с прокуратурой, ну, вот последние годы несколько снизилось это взаимное, я имею в виду, проведение, но в некоторых отраслях оно имеет место быть, потому что проводимые профсоюзами проверки позволяют направить в прокуратуру определенные представления по нарушению выявленных устранений закона. Так вот, значит, ну, может быть, это тяжелые эти года, но я надеюсь, что в будущем это сотрудничество возобновится более тесно, и мы наладим определенный контакт. Потому что в прошлом году выстекшим проверок везде, государственные вообще были отменены, а общественные проверки в силу определенных обстоятельств, они были, ну, на очень высоком уровне. Но, тем не менее, все равно правовая защита осуществлялась, потому что у нас в областных организациях профсоюза, в членских, значит, те, которые многочисленные, имеются правовые инспекторы, которые проводят работу по консультации членов профсоюза, по всем вопросам, причем не только по трудовым, далее по пенсионным, значит, иски оформляются в суды о назначении досрочных пенсий и так далее. Ну, и сама Федерация тоже оказывала определенную правовую помощь тем членским организациям, где правовые инспекторы отсутствуют. Ну, вот, например, Электропрофсоюз, Автотранспортпрофсоюз, они к нам обращались за помощью, и мы выигрывали для них суды, написав заявление, писали заявление в прокуратуры, которые выносили предписания на основании наших заявлений о том, что нарушение законодательства происходит. В частности, относительно не индексации заработных плат по росту потребительских цен на товары и услуги, и, допустим, о признании гражданских отношений трудовыми, поскольку человек выполнял определенные трудовые функции, однако он состоял не в трудовых отношениях, вот такой спор тоже был выигран. Ну, это так вот, вкратце о помощи, о защите. То есть это вот достаточно серьезная работа, которая ведется системно и постоянно. Да, постоянно, конечно. Можно я здесь добавлю относительно судебной защиты? У нас как раз есть правовой инспектор труда, основная его функция – помощь работникам образования защитить свои права в спорах с пенсионным фондом. Дело в том, что учителя – это одна из немногих категорий, которые имеют существенную льготу. Человек, отработавший 25 лет с детьми, имеет право на досрочную пенсию. Как это реализуется сейчас? Это реализуется, как и было. Нет, во всех. 25 лет. По-моему, 30 в городе. Нет, нет. Так же, как и было, так и есть. Единственное, что сейчас с принятием нового пенсионного закона, так же отсрочка. Там, в прошлом году, на полтора года. То есть эта работа с пенсионным фондом ведется, потому что пенсионный фонд учитывает каждую строчку. И отказ назначает человеку на значение досрочной пенсии. Наш правовой инспектор смотрит материалы. Говорит, нет, ребята, тут не то. В результате, в 2019 и 2020 году, вот за два года, 71 человек, то есть 71 иск был подготовлен. И члены профсоюза выиграли. Скоро. Все это, конечно, имеет эффективность экономическую. Потому что, когда человек платит взнос, он понимает, вот я заплатил 1% от своей заработной платы. Когда человек получает значимую сумму возврата своих прав нарушенных, тогда он понимает, что... Но, тем не менее, люди благодарны. И это является одним из критериев оставаться в профсоюзе и надеяться на коллективную защиту. Вот вы сейчас затронули тему, что Тверская область находится в таком положении, что тут и Питер, и Москва рядом. Я хочу сказать, что у нас действительно положение с педагогическими работниками достаточно сложно. Вот если по России не хватает дефицит кадров 13 тысяч, то мы не можем точно сказать, какой у нас дефицит кадров. Вот работает у нас в области программа «Земский учитель», когда в малые селы и города приезжают люди. Но это на три года 21 человек только приедет. Значит, есть комиссия, которая смотрит документы. Конечно, это не спасает ситуацию. Вот в этом году мы очень переживали, многие учителя уволились для пересчета пенсии. Я так думаю, вот они уволились, а в профсоюз не вернутся, потому что работающим пенсионерам не перечитывали пенсию на много лет. Но они вернулись, подавляющее большинство и организации осталось в полном составе. Либо вот Андреапольский район мне говорит, у нас такой дефицит кадров, что во время пандемии пять наших бывших выпускников, которые учатся в московских вузах, приехали и преподавали дисциплины. Учителей начальных классов, иностранных языков, физиков, в общем-то, катастрофически не хватает. Отсюда и получается, что учитель работает в среднем на 1,7 в ставке. Ведь как получается? В мае директор школы заявляет, у меня вакансия, а никто не приходит на эту вакансию. А с сентября человек получает уже не ставку, а 1,7 или 1 больше. То есть учителей, в общем-то, не хватает, в том числе и в городе Твери. Учителей начальных школ. Хотя, обратите внимание, у нас ведь Тверской госуниверситет, когда-то это 150 лет от мира. Педагогические, раньше было, да. В основе лежала учительская школа, созданная Павлом Павловичем Максимовичем. И пединститут, который был преобразован в Калининский государственный университет. Основная кузница кадров. То есть у нас кузница педагогов все-таки своя есть. Так же, как и Тверская академия медицинская, вернее, Тверской медицинский университет. Смотрите, друзья мои, здесь, я думаю, что определенную долю оптимизма вселяет то, что в послании президента прозвучало, что цифры бюджетных мест будут значительно увеличены. При этом я услышал, что 75% выпускников должны быть задействованы как раз в регионах. Потому что это существенным образом поможет решить кадровую проблему. Потому что кадры, это еще с незапамятных времен, да, решают все. И без кадров, наверное, действительно никуда. Скажите мне, пожалуйста, вот я вижу, насколько вы глубоко погружены в тему. Сколько действительно сегодня активных действий предпринимается на вашем поприще. А какие вы видите, ну вот такие близкие и, может быть, чуть отдаленные перспективы? Вот, вы знаете, наш профсоюз работников образования, он рекомендует нам сейчас ввести проектный метод работы, который часто используют в бизнесе. Надо знать тему, надо знать ресурсы и надо рассчитать выход. Вот, чем можно мотивировать людей в профсоюзе? Вот у нас в 2020 году, в прошлый год был год 75-летия Великой Победы. Мы пришли к такому решению, что учителя, воспитанники, ученики напишут о своих родственниках, которые, значит, приняли участие в Великой Отечественной войне. Издали шикарную книгу «Уроки Великой Победы». В этом году, то есть инициатива эта была хорошая, в этом году мы ее продолжили, и сейчас работаем над изданием сборника «Педагогические династии Тверской области», потому что что держит человека на работе? Династия – это вообще очень важно и очень главное, поэтому к Дню Учителя, к 5 октября, мы должны вот этот сборник издать. А вообще этот год наш отраслевой профсоюз назвал годом спорта, здоровья и долголетия. И вот что важно, профсоюз всегда занимался организацией труда, быта и отдыха, но вот чтобы основательно вопросами здоровья, этого вот давно такого не было. И вот в нашем профсоюзе, как преодолеть эмоциональное выгорание, как в себе сформировать стрессоустойчивость. Вот все это сейчас обсуждается на уровнях в районных организациях первичных, то есть чтобы эффект был в оздоровлении членов профсоюза, в создании здорового образа жизни. Вот мы проводим сейчас туристический слет в июне месяце, опять же, районные организации на это отреагировали хорошо. Поэтому мы пытаемся найти новые формы работы вот в этот сложный период. Мы заключили договор благодаря Федерации Тверских профсоюзов с нашими здравницами. У нас и так есть программа оздоровления. Мы тратим где-то в районе 300-400 тысяч рублей в год на доплату членам профсоюза на оздоровление. Вот сейчас для тех, кто переболел ковидом в Кашине и в Унберге будет организована специальная реабилитация. Потому что может быть и победили коронавирус, но то, что органы должны быть восстановлены, это нужно делать только с привлечением санаториев области. Поэтому мы пытаемся искать разные формы, чтобы улучшить положение учителя, работника образования и заботиться о его здоровье. Мы и так очень много людей потеряли за эту пандемию. Вот по статистике около 7 тысяч у нас и больше уже переболело, а более 600 человек по области не пережили. Татьяна Николаевна, вы буквально у меня вот сняли с языка вопрос по поводу оздоровления, да, и вот то, что все-таки мощнейший потенциал когда-то имел профсоюз. Но и сейчас эта работа, как я понял, ведется. Потому что меня вот как бы все-таки интересовало, то как же обстоит дело сейчас. Да, конечно, может быть, размах не тот, как был, но тем не менее, эта работа ведется, она ведется, как я понимаю, планово и системно. И мы датируем на оздоровление. Потому что вот это очень важная поддержка. И понятно, что вот недаром же в народе говорят, один в поле не воин. А, соответственно, как мы с вами понимаем, кулак силен своими пальцами, а по одиночке они мало что представляют. А сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Итак, мы снова в студии. Время неминуемо приближается к концу программы. Раиса Юрьевна, пожалуйста, в преддверии майских праздников. Поскольку это много годами уже сложенная традиция, что это праздник, который возродили и создали профсоюзы, поэтому Федерация независимых профсоюзов России ежегодно призывает все членские организации, вплоть до первичек, участвовать в первомайской акции профсоюзов. В связи с пандемией шествия лозунги практически на всех территориях и в субъектах отменены ввиду запретов. Но, тем не менее, все равно, значит, исполком ФНПР принял решение 13 апреля о том, что такую акцию надо провести, были утверждены лозунги первомайской акции профсоюзов в 2021 году. Вы знаете, они актуальны очень, и не озвучить их я просто не могу. Рост зарплат, индексация пенсии, социальное государство, достойный труд. Есть инфляция, должна быть индексация. Индексация зарплаты не подачка, а обязанность работодателя. Отменить НДФЛ с минимальной оплаты труда. Рост зарплаты, а не квартплаты. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Под жесткий контроль общества и государства. Рост зарплат, лучшая вакцина от бедности. Ввести прогрессивный налог на доходы. Социальному государству ответственную социальную политику. Сильные профсоюзы, справедливое общество. Доступное жилье, а не ипотепочное рабство. Работодатель, ты не рабовладелец. Возврат пенсионного возраста. Ковид не повод для обмана. Верните льготы северянам. Лозунги, как никогда, актуальны. И далее, 1 мая, вообще она уже сейчас открыта в онлайн. Регистрация по голосованию за резолюцию, которую приняла ФотНПР. Которая называется, имеет название. В этом году, оно ежегодно разное. Называется, восстановить справедливое развитие общества. На протяжении целого года мир охвачен пандемией, ставшей катализатором накопившихся социально-экономических проблем. Экономический кризис подверг тяжелым испытаниям большую часть населения. Мы выступаем против иностранного вмешательства в политику страны и экономических санкций, пытающихся разрушить наиболее конкурентно способные отрасли. В нашей стране произошло сокращение рабочих мест, выросла безработица, падают реальные доходы населения, отсутствие справедливости в распределении результатов труда, низкие доходы большинства трудящегося населения, остаются главными проблемами России. Справедливость и защищенность важны для каждого гражданина. Мы требуем роста заработной платы, активной борьбы с безработицей, повсеместного и безоговорочного исполнения трудового законодательства, справедливого распределения результатов труда. Мы считаем, что любые формы занятости, имеющие признак найма, должны квалифицироваться как трудовые отношения. Мы требуем реализации права всех трудящихся на государственной гарантии в сфере труда, вне зависимости от того, каким образом и где они работают. Обязательное социальное страхование в Российской Федерации должно опираться на нормы международной организации труда, обеспечивать выполнение обязательств перед застрахованными лицами в полном объеме. Сегодня, как никогда, ранее актуально создать фонд социального страхования от безработицы. Пособие по безработице должно быть выше уровня физиологического выживания. Несмотря на поручения президента Российской Федерации, сегодня не решен вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров. Профсоюзы неоднократно поднимали вопрос о возвращении пенсионного возраста. Мы требуем равных прав для всех граждан страны, честно трудящихся на ее благо. Без достойного рабочего места не бывает ни высокопроизводительного труда, ни устойчивого экономического роста. При этом профсоюзы готовы к солидарным действиям там, где сегодня ущемляют права работников, членов профсоюзов. В день международной солидарности трудящихся, профсоюзы призывают к миру между народами, скорейшему возвращению всех трудящихся на рабочие места, восстановлению мировой экономики. Трудящиеся их семьи должны получить возможность достойно зарабатывать и достойно жить. Достойный труд, справедливая зарплата, устойчивое развитие. Уважаемые товарищи, наш профсоюз работников народного образования и науки всегда открыт для решения насущных проблем. Мы надеемся, что нам удается и удастся сохранить традиции партнерских отношений профсоюза с правительством Тверской области, с министерством образования, с отделами образования, с директорским корпусом. А в преддверии замечательного праздника, весны и труда, желаем вам побольше радостей, поменьше огорчений, побольше здоровья, а поменьше усталости и эмоционального выгорания. Удачи всем! Итак, друзья, профсоюзы Тверские живы. Это была программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова